МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушла и не вернулась. Родственники и полиция ищут восьмиклассницу Александру Власову. Десять кораблей, одна подводная лодка и одиннадцать военных самолетов и вертолетов. Как Балтийск готовится ко Дню Победы? Не успел затушить сигарету и устроил пожар. В огне чуть не погибла целая семья. Пять маршрутов и тысячи километров в пути. В Калининграде прошел автопробег в честь юбилея Великой Победы. Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. И главной теме. Уехала на учебу и не вернулась. В области пропала восьмиклассница. Последний раз Калининградку Александру Власову видели 17 апреля. А в школе девочка так и не появилась. Родственники Саши уже больше полумесяца ищут девушку. Сейчас собирают любую информацию о местонахождении Саши. Если все хорошо, мы очень ждем ее. Если что, все плохо, нам просто, лишь бы она была бы с нами все. У старшей сестры Александры уже нет сил даже на эмоции. Мама и вовсе хватается за сердце, рассказывает Олеся. Школьница не появляется дома уже более полумесяца. 15 апреля она уехала из дома на учебу в Гусев. Она не в Гусев поехала, а в Зеленоградск. В Зеленоградске у нее проживает подружка Катя. Я позвонила этой Кате. Катя сказала, что она с ней не созванивалась. В соцсетях Александра Власова также не появлялась 20 апреля. А последний раз ее видели друзья тремя днями ранее. Всю информацию семья собирает по крупицам от Сашиных знакомых. Полиция также занимается поисками школьницы. Тем временем на сайте ВКонтакте создана группа по розыску юной калининградки. Последний раз сказали, видели, села в КамАЗ с каким-то Пашей. Никто не знает, что за Паша. Ну явно на КамАЗе там не мальчик маленький. Рост около 168 сантиметров крупного телосложения выглядит старше 14 лет. Глаза голубые, волосы светло-русые до лопаток. На правом запястье есть тату с изображением НОТ с надписью РЭП. Была одета в красную дермантиновую куртку, светло-синие джинсы и розовые кеды по щиколотку. Всех, кто видел пропавшую, просьба сообщить в полицию, либо по телефону, который вы видите на своих экранах. И к другим темам. Транспортную схему в бывшем Балт районе все-таки пересмотрят. С такой инициативой выступила госавтоинспекция. Ведомство уже предложило мэрии около 15 изменений. Первое предложение ГИБДД установить схемы объездов и предупреждения на всех крупных улицах в бывшем Балт районе. У площади Калинина и на улице Держинского. Далее установить левостороннюю стрелку на светофоре Муромская-Держинского. Организовать три полосы в сторону центра и одну в обратном направлении на перекрестке Суворова и Транспортной. А также изменить работу светофора на пересечении Южного обхода и трассы Калининград-Мамонова-2. Инспекция также обратилась в управление железной дороги с предложением пересмотреть график движения поездов через железнодорожные переезды на улицах Держинского и Портовой. Кто станет новым министром туризма, каких гостей ждут на Кубане? Об этом и многом другом далее в новостях короткой строкой. Немецкий производитель автомобилей BMW отложил строительство завода в Калининграде на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что на площадках автотора в 2016 году появится новый корпус немецкой марки. Но из-за падения продаж на автомобиле BMW более чем на 40% от строительства нового завода решили отказаться. Организаторы фестиваля Кубана объявили новых участников. В августе в поселке Интарном выступят итальянский продюсер и диджей Сэр Боб Корнелиус Рифа, более известный под именем The Bloody Beat Roots. А также российские группы Elysium и Animal Jazz. Последние представят перед публикой свой новый альбом «Хранитель весны». На должность министра по туризму Калининградской области претендует 8 человек. Среди них кандидаты из Екатеринбурга, Москвы и Минска. Накануне они защитили свои программы перед конкурсной комиссией во главе с Николаем Цукановым. Решение пока не принято. По данным ГИБДД, за 4 месяца этого года в области было выписано 7243 штрафа за нарушение правил парковки. Причину таких массовых нарушений пока не называют, однако правоохранители просят автомобилистов заранее выбирать места для парковки в преддверии майских праздников. ГИБДД предупреждает, машины, мешающие параду, будут эвакуированы. Из-за страшной болезни она потеряла любимую мать и услышала тот же диагноз – рак, когда осталась одна с ребенком. И вот уже 3 года 35-летняя Вероника Грозова вместе со своей 8-летней дочкой пытается выжить. Надежду на полное излечение от рака матери-одиночки дают немецкие медики. И 20 мая ждут на операцию. Эфир продолжит рубрика «Подари мне надежду». Нужно 25 тысяч евро. Я не могу такие деньги собрать. У меня нету мамы, я 2 года у меня маму назад умерла от рака. Мы вот с ребенком вдвоем. Уже нету, я в разводе. Впервые Вероника почувствовала себя плохо в 2011-м. Тогда врачи поставили ей диагноз – язва 12-перстной кишки. Сейчас когда-то полную сил и энергии маму не узнает даже дочь. Худая, вес Вероники чуть больше 40 килограммов. Уставшая, а в глазах грусть. В феврале после очередного обследования у Вероники обнаружили опухоль сигмовидной кишки. Вот мне вот тут вот вывели кишку, повесили вот такой стомный мешок. От него раздражение, и все чешется, и вся чешусь прям от него. Местные врачи, по словам Вероники, никакой надежды и никаких гарантий не дают. А ведь с каждым днем ей становится только хуже. Самочувствие, как я практически из дома не выхожу. Как мучение, конечно, все это видит ребенок. Любимая дочка Лены – единственная радость мамы. Она же ее помощь, поддержка и гордость. В свои 8 лет девочка говорит, мир несправедлив. Кто-то выздоравливает, а кто-то, как ее мама, очень хочет, но у нее пока не получается. Лена уже давно не плачет, успела стать сильной и продолжает верить в добрых людей. Пожалуйста, помогите моей маме. Я так хочу, чтобы она выздоровела. Я верю, что мама поправится. Спасти Веронику и подарить ей надежду на полное выздоровление можете и вы. 20 мая Калининградку ждут в одной из немецких клиник. Но на операции требуются серьезные средства, которых у матери-одиночки просто нет – полтора миллиона рублей. Если у вас есть возможность и желание помочь Веронике и ее дочери, звоните по телефону, который видите на своих экранах. Или к нам в редакцию по номеру 555-085. Светлана Федорова, Максим Кириченко, Служба новостей «Город». Эстафета вечного огня добралась и до нашей области. 7 мая его зажгли в Знаменске на братской могиле советских воинов, погибших при взятии города. Огонь для церемонии привезли в специальных капсулах с могилы неизвестного солдата в Москве. Ветераны, кадеты, школьники и военный оркестр – все в сборе. Накануне капсулу с огнем на военном УАЗике провезли по улицам поселка. И, как отметил губернатор Николай Цуканов, для жителей Знаменска зажжение вечного огня – это не только дань прошлому. Это то место, которое будет приходить не только ветеран, но и молодежь, и школьники. Вы видели, сколько много детей было сегодня. Но плюс, благодаря вечному огню в том числе, в этом поселке появился природный газ. И мы дальше будем его газифицировать. Сейчас вот эти все дома, которые рядышком стоят, они газифицированы. Тем временем, по словам Николая Цуканова, наша область на 99,9% готова к празднованию 70-летия Великой Победы. А вечный огонь теперь горит на семи братских могилах. Три чаши, установленные в Калининграде, по одной в Советске, Зеленоградске, поселке Луговом и теперь уже в Знаменске. Десять кораблей, одна подводная лодка, 11 военных самолетов и тысяча моряков. Балтийск готовится встречать День Победы. За два дня до 9 мая прошел генеральный прогон праздничного парада. Без широкой публики, возложения цветов и приглашенных ветеранов. В чем отличие репетиции от настоящего торжества, узнавала Антонина Слатвинская. Экипажи военных кораблей стоят на палубах, вытянувшись во фрунт. Суда выровнены, будто по линейке. На набережной Калининградского морского канала негде яблоку упасть. Ликующая толпа взрывается аплодисментами. Эти фразы самую малость не соответствуют действительности. Всего пара суток отделяет ожидания от реальности. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Смирно! В сухопутной части парада заняты более 500 человек. Треть – срочники. Для них это первый торжественный выход на плац. Плащи палатки поверх морской формы имитируют одежду солдат 40-х годов. Площадь Балтийской славы отполирована тысячью подошв. В преддверии Дня Победы строевая подготовка проходит ежедневно. Чтобы не было стыдно перед ветеранами, которые прошли всю войну, принимали участие и в парадах различных, и после военное время. Поэтому большинство ветеранов, не секрет, ни для кого, для них закончилась Великая Отечественная война. Большинство из них продолжили службу вооруженных силов Советского Союза, служили на Балтийском флоте. Поэтому они здесь, на этом плацу регулярно также участвовали в парадах. В Балтийске живет 54 ветерана Великой Отечественной войны и еще три сотни человек, приравненных к ним. Малолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы. Они – главные консультанты парада Балтфлота и первые его зрители. Ради ветеранов без устали чеканится шаг, утюжатся стрелки на брюках. Все должно быть идеально. Ракетный катер Р-32 – настоящий военный объект. Находится на вооружении Балтийского флота. Обычно он закрыт для посещения, но 9 мая, в честь 70-летия Победы, на его палубу сможет подняться любой желающий и даже ударить в корабельный колокол. Некоторые специально приходят и приезжают смотреть именно репетицию. Это избавляет от борьбы за место в первых рядах, давки на набережной и пробок на трассе Калининград-Балтийск. Хотел показать ребенку парад. Именно на этот день будет, я думаю, тяжело добраться. Ну и впечатления. Главное, чтобы у ребенка остались впечатления. Я доволен. Поздравляем всех ветеранов с 70-летней Победы. Желаем здоровья крепкого и долголетия. Детя, Владик, желаем? Да. Начало военно-морского парада кораблей «Болтфлота» 9 мая в 10 часов утра. Сухопутного в 11. Антонина Слатвинская, Максим Кириченко, служба новостей «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска. Не успел затушить сигарету и устроил пожар. В огне чуть не погибла целая семья. Пять маршрутов и тысячи километров пути. В Калининграде прошел автопробег в честь юбилея Великой Победы. Чудо для взрослых. Цирк устроил шоу для ветеранов Великой Отечественной войны. Эти и другие новости после короткой рекламы.